Девушки отдыхают Девушки отдыхают Только боюсь, минут не хватит Можешь приехать в лагерь У меня проблемы У тебя проблемы, и ты звонишь мне Я думал, ты вернулась к семье Ну да, типа того Но я думала, что Это значит, что ты не приедешь Я правильно понимаю? Уже еду Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за соло. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Каждые полчаса докладывайте лично мне. Вик, привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Милитеха. Так ты дружка позвала, чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила, Ви, чтобы он тут перед тобой покрутился. Вообще не понимаю, что здесь происходит. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все, ради чего мы приехали? Какая-то унылая у вас дискуссия. Похоже, тема уже успела всех утомить. Нет, дискуссия закончилась давным-давно. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Панам, ты какая-то тихая. В чем дело? Не вижу смысла с ним спорить. Мы его не убедим. То есть, ты сдаешься? Ага, сейчас. Перехватим Василиска и подождем, пока Сол признает, что мы правы. Угу. Или вышвырнет всех нас из семьи. А что такое этот Василиска? Бронированный грузовой панцер Мелитеха. Корыто откуда-то из шестидесятых. Его хотят спихнуть какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись. Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцера? Да, с Василиском мы сможем, наконец, вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэррол и Боб уже согласились. А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Мелитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить. Как с биотехникой. Просто пиздец. Ага. А вы бы наоборот хотели… Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего к перевозкам. То есть к контрабанде. Я так и сказал. Я думал, вы с Солом уже закопали ружье войны. Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь. А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Эй, разве я сказал, что согласен? Угу. Пойдем поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только четыре ветерана и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно. Ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Солу. И ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди. Чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Солнце. Допустим, у Панам свои счеты с Солом. Ну а вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Ладно, я с вами. А, окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто, поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Спотели ручки-то? Да иди ты! Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. В лагере точно не заметят, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехникум. на биотехнике, на биотехнике, на биотехнике, на биотехнике. Но я его всегда отравлялочкой, скажи, чувство, что свобода бессмыслина, если ты одна. Мне тоже было тяжело уйти из семьи. С другой стороны, я редко оставался один. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки. Я запомню. Мы на месте. У неустановленный причинам прекрасным ополения больней и направился к столице Ломбардии. Но намечелы обосновались в нескольких автобусах и городских... Вот это махина. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиска? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Я всегда любила поезда и станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... Свободу. Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Кэрол! Что нам надо найти? Перфокарты! Что это? Прямоугольные карты с рядами дырок! Поможешь их найти? Само собой. Так, так, так. Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол! Мы нашли карту! Что дальше? Вставьте ее в Риде! Ну, попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А че такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало. В общем, Ви, я... Прости, пожалуйста. Я не умею говорить про чувства и вот это все. Но мне не хотелось бы облажаться. Ну, начало положено. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог, и я боюсь сказать или сделать что-то глупое и остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Хэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Просто выдохни и расслабься. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышла против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученный. В голове полно идей. Куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. И за Джеймс. За Скорпиона. Я попробую немного поспать. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. Неправда. Но это мило. Может, тоже немного поспишь. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно, вот тут Большая Медведица. А вон там справа, видишь, звездочка мигает? Да. А видишь, да? Это значит, что у Большой Медведицы течка. Спокойной ночи, Виль. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Виль. Поехали. Все, пошел, родитель. Давай, разгони его! Они едут быстрее, чем мы думали. Не уверена, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдем. Финни, тупи, расхерачивай сцепку! Мы близко, но скорость слишком низкая. Стреляй в эту чертову сцепку! Зашибись! Я их вижу! Отрежем их и окружайте! Ну что, парни, забирайте, позовите их. Швили задницы, Тэнди. Они об этом пожили. Бля, ты заела, что ли? Нет! Пять машин! Быстро, быстро! Наш фукал задали! Что? Митч, Боб, вперед! Все идет по плану. Ладно. Будьте осторожны, поезд отправляйся. Окей, погнали! Ну, понеслась. Черт, сработало! Ха-ха-ха! Само собой, я же еще тогда говорила. Ну, как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэнди. Так, я потеряла канал Мелитеха. Пиджаки, наконец, поняли, что их прослушивают и сменили коды. Ха-ха! Как раз вовремя, на мой вкус. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Бля, к баналу! Ну, понеслась. Объясни, что это такое. Сам видишь, что это. Василиска. Я вижу два грузовика с логотипами Мелитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Мелитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй! Вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы, чтобы вспоминать, кем были Аль-де-Кальда. Или, может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Мич, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе у тебя легкие. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да-да. Хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Ви, мы закончили с Василиском. Хочешь на нем проехаться? Конечно. Скоро буду. Блядь, Ви, он потрясный. А я уж понял. Было бы у меня больше времени. Да-да. Ну как, все готово? Привет, Ви. Еще не все. Мелитех мог оставить в системах лед. Кэрол проверяет. Пиджаки еще не обращались к вам насчет потери? Нет. Думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами. Мы оставили у лагеря стилетов. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь по дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. А, кстати, что тебе сказал Сол? Пока ничего. Мы стараемся обходить друг друга стороной. То есть он что, не будет собирать совет? Да ясно, что будет. Просто хочет подольше подержать меня в неведении. Всегда мечтал погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай. Все готово. Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот черт. А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам лучше... Все нормально. Я сейчас разберусь. О, да! Это не самая новая модель, но Митч и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Очень уютно, по-моему. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василис как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Панам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет. Тогда доверяю. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри, чтобы контролировать панцер при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Окей, вот так нормально. Сначала проведем пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу вести и стрелять. Начинаем? По нам. А это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро все будет нормально. Вот видишь. О, начинаю понимать, что ты имела в виду. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Просто сделай пару кругов. Главное, идет, прям как лодка. Ну да. Когда летишь про бугры и яму, можно не думать. Езжай к тем обломкам. Окей, что-то я гляжу тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков. Когда скажу, повернешь предпоследнюю вправо или влево. Ладно. Налево. Очень хорошо. Не останавливайся. Направо. Ты молодец. А теперь давай постреляем. Притормози и активирую систему. Что у нас в меню? Чудо не жди. Василиск – это прежде всего грузовой транспорт. Но все равно должно быть весело. Так, подорви вон те машины. Круто! Машина теперь мертвее мертвых. Отлично! Окей, тренировка закончена. Ви, помнишь, что я говорила про импульсы? А, да. Тогда приготовься. Что происходит? Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения будут принесы. Хочешь? Тоже попробовать? Окей. Давай опробуем эту систему. Вот так чувствуешь? Как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? Мои ощущения не всегда яркие. А вот так. Мои ощущения не всегда яркие. Мои ощущения не очень часто. Ай, блядь. Нас нашли, надо проверить, что с лагерем. Это стилеты. Целая стая приехала разбираться. Перегрупп... Они здесь тоже, Сол. Их много! Разберись с ними иди сюда. Поможешь остальным. Едем сразу в лагерь. Надо помочь семье. Как мы так проебались? У вас-то все? Да, мы с Тюрзиевом прошу. Поздравляй. Парад. Давай. Что за керня? Все мы вместе и по отдельности должны думать прежде всего о благе семьи. Не начинай. Если я должна уйти из клана, так и скажи. Я уже задолбалась выслушивать твои наставления. Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью. Вместе со мной. Что? Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. Надеюсь, в последний раз. Я же... Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... Знаю. Теперь я думаю иначе. Ты рисковала собой ради семьи, хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Окей, окей. Ну, тогда довольно много придется поменять. Да. И для начала надо убраться отсюда как можно быстрее. Милитех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал против. Спасибо. 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 Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Что за херня? Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альде Кальде. Всегда. Буду знать. Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Мне пиво. Ну, за хэппи-энды. Кстати, про хэппи-энды. Надеюсь, ты не жалеешь насчет того, что было в Василиске. Я жалею только об одном, что у нас было мало времени. Значит, что-нибудь придумаем. Угу. Слушай, мы же... Мы же могли бы видеть это каждый день. Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. По нам. Что ты? Останься. Поехали с нами. Я бы очень хотел по нам. Правда. Угу. Сейчас, наверное, будет но. Но я пока не могу. Сначала надо закончить кое-какие дела. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Может, когда перенесете лагерь... Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я помню, мы... Разговаривали, и... Вдруг... Ты потерял сознание. Надолго. Мы забрали тебя с собой. Куда? Мы перенесли лагерь в новое место. Здесь мы пока в безопасности. Не волнуйся. Нет, ты еще не умираешь. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какое-то старье. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? По нам, конструкт Сильверхенда прямо в эту минуту ломает мое сознание. Нет. Это просто, блядь, этого не может быть. Джонни Сильверхенд? Да, жопа. Слушай, ты не пробовал с кем-то об этом хотя бы поговорить? С кем интересно? Это не то расстройство, с которым звонят психотерапевту. Конструкт он как рак, который растет с каждым днем. Ты правда не шутишь. Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Митч. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке? Спасибо. Еще на чуть-чуть останусь. Чувствую себя как дома. Помни, наше предложение в Силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Спасибо. Может, тебя проводить? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно? Пока да. Мелитех так далеко не заходит. Ну и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Добро пожаловать обратно в мир живых. Ну, наконец-то. Наш спящий красавец проснулся. Но ты же понимаешь, это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил. Слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Что, снова к нам? Ну ты как? Готов? Бестия должна уже сейчас прийти. Окей. Я готов. Ну, наконец-то. Ты какой-то другой. Прическу сменил, нет? Блин. Как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Блю глаз. Повтори мне. Сделаем. Теперь можно и начинать. Знаешь, что мне сейчас нужно? Оно есть в меню? Информация. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская в Оцене на Першинг-стрит. Ну, так что делаем? Козла или ту, другую? Другую. Он будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смэшер. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Холлинс. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Эй, что за... Эй, бармен. Симона! Симона! Ха-ха! Мастерапидо! Симона! Симона! Ты выиграл! Ха-ха-ха! У-у-у! В какой руке? Откуда у тебя этот номер, колечь? Вот оно что? Ну, тогда тебе пизда. Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Эй, держи свои лапы подальше от Руби. Никуда она с тобой не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Блядь, как я скучал. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Куда едем? На Мартин-стрит. Но сначала покатаемся. Тебе едет? Огонька нет? О, боже мой! Блин. Я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсоном. Привет, Найт-Сити. Руби. Ви. Ты всегда с утра кровью упорываешь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. А мы что? Ну, это... Нет. Он был слишком пьян. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел из катушек. Ты что, приехала посмотреть? Просто из интереса. Ага. И встретила Джонни Сильверхэнда. Он рассказал тебе про Смэшера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смэшера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши. Не спрашивай, как. Эбу Ники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смэшер все это время? После взрыва Арасака Тауэра в 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто, кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Да блядь. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с Бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша? Драка в эмпатии? Татуировка? Это все части плана. Я должен был предъявить Бестии что-то конкретное. Эбу Ники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, и тебе за это ничего не будет. Так что нехера выпендриваться. Ви, я узнала, что значит Эбу Ники. Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он поспрашивал своих. Выяснил интересную вещь. Эта часть порта – территория Мальстрема. Так почему часть порта зовут Эбу Ники? Вряд ли в честь покойного мэра. Не угадал. Это старый контейнеровоз, который назвали в его честь. В смысле ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертии. Обсудим. Окей. Ну как? Тебе получше? Нет. Ну что, может передумаешь? Я проработаю. А, какую? Ты достала нефтью инфу, сука! Ну знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку-то, если не понятно, сколько их сидит в этом бункере? Ви, это Криспин Вейланд. Он нам помогает. У нас зато есть шам. Здорово. Хорошо. Открыли охоту на Смешера? Готов? По дороге поговорим. Короче, смотрите. Сначала мы зашлем дроны, а то мало ли, что есть верня нас будет там ждать. Нет. Я свое дело сделал. Не верю, что ты не хочешь посмотреть на дохлого Смешера. Хочу, конечно. Только не вблизи. А то ты понимаешь, эта сволочь любит воскресать из мертвых. Ага. Настоящая сволочь всегда найдет способ. Поехали. Мы едем. Удачи там. Ты сегодня будешь? Не знаю. Ужин можешь не греть. А с чем тебе там помог Уейлон? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. У меня для тебя подарочек. А ну-ка, примерь. Это куртка Джонни? Копия. Сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай. Ну, хоть выглядишь теперь прилично. Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Говорил, что ты лучше всех. До сих пор. Лучше всех? Сколько же за это пришлось заплатить? Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Что ж, потом обсудим. Наверное. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем Грейсона и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уайвант видел Грейсона где-то рядом с Портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала мальстремовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда, на главный склад. Бестия, откуда ты можешь знать, где у Мальстрема тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина Д-3. Внешняя база данных. Не знал, что ты работала на мальстрем. Я работаю на всех. Только на своих условиях. А я многое пропустил за эти 50 лет. Ладно. Давай начинать. Готов? Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Окей. Можно начинать. Отлично, добрались. Просканируй. Вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уебка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Не верь. Нужно обыскать палубу. Окей. Еще помню, как это делается. Зачем ты вообще согласилась? Хочу свести счеты. Отомстить за Джуни? И это тоже. Никого? Нет? Так я и думала. Ты это слышишь? Да. Какой Грейсон? Этот говномет болит в меня из моего пистолета. Малориан 3516. Я бы этот звук за километр узнал. Вы не выйдите отсюда, живые! Слушай! Это было круто! А ну подойди! Хватай пушку. Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды? Но не то, чтобы я удивлялся. Ты у нас будешь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смэшер? Начинай отвечать на вопросы. Рана выглядит хреново. И я не вижу никого, кто бы рвался тебе помочь. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башни? И почему никого не отправили ее услеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылезать ради... Где сейчас Смэшер? Семью Эросака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в хер не сралась. Я остался тут только что, чтобы закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смэшера вам теперь не достать. Как высоко не прыгаете. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ты отведешь нас к Смэшеру, урод. Даже если бы я захотел. Он мне настолько мне доверяет. Эй, слушай. А чем тебе так интересен Смэшер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? Смэшер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали тушегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах. По трассе. 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай его нахуй. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли. Никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Что они бросили тело Джонни на свалку. Как мусор. Смешер. Блядь! Заткнись. Смешер тут ни при чем. Он просто верхушка гребаного айсберга. Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, а тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Хочешь... Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно. Поищем контрольную панель. Отлично. Твою мать. Я, кажется, знаю, что это. Ну-ка, что тут? Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись. Даже разрешу тебе везти. Рычит, как тигрица. О, да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бренную жопу. Не думал, что у вас в бестии все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить Евген. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Уже недалеко. Все хуже, чем я думал. Приехали. Это должно быть где-то здесь. Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Но меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. Отчего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет. Не знаю. Знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в микоже. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Легенда Найт-Сити. Хорошо звучит. Только что это вообще значит? Чего я достиг, пока орал Чебенэн толпе озлобленных детишек? Ты дал им надежду. Доказал, что пиджаки не могут купить всего. Я помню, что я думал на сцене. Типа, даже если все они погибнут за идею, она будет того стоить. Но когда я смотрю на тебя, слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. это был долгий путь, но мы вроде справились. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И, несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил и жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию. Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто заитаясь. Эти пятьдесят лет ничего не изменилось. Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты прав. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то, я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей, спроси, когда у нее свободный вечер. только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да. Я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Субтитры